надо ольге платоновой дать ссылку на ваши вебинар где вы ее усмеиваете а у нее аудитории в сотни раз больше вот от самой страшной сотни больше я тогда знаете что сделал вот я хочу оправдаться ведь когда вы это писали что я их усмеиваю да вот я их назвал дети со спичками посмотрите сегодня особый день я хотел все это пропустить вот там много еще пропущу много-много вот но не получается почему вы за них заступились что они умницы а я значит просто хам исходя из этого вот он хам как он посмел они живут кандидаты наука ну то что лингвист вот это уже не имеет значения это значит кандидат вот я в данном случае подозреваю их что они дети дети имеются ввиду как садоводы это так бывает вот приведу только два примера причем без подробности без картины прошу поняли берется дерево вы поймите это не шутки вот берется дерево а ему лет пятьдесят-семьдесят нашли где-то ну видно там были видно дома но нашли все-таки в лесу там был страшно большой муравейник большой такой там муравейник ну я чё-то маленько разбираюсь с миллион они начали посыпать и поливать ядами вот я объясняю вам у меня поймут сколько нас 34 было сколько будет концу не знаю все-таки праздник но потом все-таки счет пойдет на тысячи растечется по каналам и вот это тысячи должны знать следующее первое значит этот муравейник за все годы миллионы насекомых сажиров и с помощью отходов кормил дерево и его оно росло росло выросло гигантское дерево старая раз вот она защитила его от это ну такое огромное выросло она защитила его от всех насекомых там листа грызущих листа сосущих да и получилось так что они его нашли это несчастье было страшное и уничтожили ядами и не хватало только спичек вы понимаете для меня это вот я сейчас обращаюсь вы же как решили за не заступиться вот надо настучать вот так вот но это дать ссылку на встрече вы опоздали не надо давать ссылку я сам все это сделал я растучал пухом путину медведеву я сделал фильмы специальные выбрал вот эти самые идиотские игры прям никогда до сих пор деда не после нигде не вода литературе один из самых насчитывая садоводов россии или вы самые есть куры демов там это я знаю таких садоводов как невероятнейшие грамотности добрый десяток вот там распопов там кузнецов этот самый в общем у меня плохая память у меня такой список как королевская орать они все у меня меня и грамоте меня и в начитании но что-то я знаю настолько чтобы сказать я взял и прочитал хольцера книгу добросовестно все-таки он был самый модный на какой-то вы тоже ведь самый на самый обыкновенный садовод любитель самый обыкновенный но если на западе можно сделать карьеру качестве любителя стать миллионером заработать авторитет у нас это невозможно помните ума не нашел это все чем мы заработали этот получил от вас это наташа с этим смотрите и так устраивать свое гнездо то есть такой полу деки полу культурный сад он брал и взрослым огромные моровейники каким образом и не знаю технологии ну короче вот мешках можно специальных этим он их перевозил себе и тут на него то есть он уже не дурак вы заметили вы уничтожили на глазах страны вы видите как вы написали вот будет заступил ольга вы написали аудитория в сотни раз больше плюс телевидение на глазах страны внушить людям ненависть и еще придумать специальные ядры все все уничтожили да а когда он просто перенес из леса несколько больших муравейников на него набросилась вся королевская разница оказалось что муравейники вот даже в лесу не только в саду где у меня не святое там огораживают никто не наступил даже в лесу это святое как на него набросились эти как их назвать то инспектора инспектора которые следят чтобы лес был не дай боже чтобы там что-то это не дай бог тронуть муравейник а у нас взяли и уничтожили по идее если у нас в этих самых лесхозах как они там называются лесозащита чего эти самые если организации для слова надзор они увидев это все уже на второй день ну пусть через неделю они были бы раздеты до гола то есть штрафы такие что они навсегда базариклись муравейнику походить на 10 километров и на 10 метров на 10 километров это там хочется от знаменитого это самое штрафовали как мальчишку а у нас это норма муравьи них оказывается бред страшный дикорос вот такой вот вот такой вот гигантская и это не четко яблони я не помню что там топали это был что это как понимать то куда все смотрели когда уничтожали муравейник да еще дикороса который защищал и вот теперь вы вот это ольга платонова вы хотите ссылку дать там они все толпой уничтожали вот дайте дайте я же отправил и этот самый телеканал бобер все эти материалы вот такой же как сейчас разговор но там были еще фотографии там был больше фактов как же случилось-то в сотни раз больше вы миллионы людей она научила а вот почему смотрите я уже говорю не ольги платоновой а наши ольги вы мастерские мережики ну ее подруги они друг друга молодцы как тоже как мы с латинком спина к спине ух какие дружба это и за это я вас уважаю вы понимаете завтра вы как увидите а еще повторы бывают завтра вы допустим увидите по этот уже а видео по это самая напарница это ольга еще несколько лет назад на центральном телевидении уничтожила муравейник при этим самым уксусом прямо в павильоне все еще и хлопали сотни людей знаете кто вторая а я же обещал не говорить фамилию ладно в общем вы поняли то что вы назвали ольга платона я не виноват я просто не убрал не успел убрать фамилию вот и вот получается так второе смех это оружие представьте себе когда посреди лета это чтобы вы пишите что я высмеиваю а что мне было делать будущее начитанным я не мог придумать мне бы сказали мы вас застрелим мы вас повесим еще и четвертуем если вы не догадаетесь очень важно есть прием и еще даже подсказали бы еще подсказали бы например закалка корней а теперь выдумайте от приема уже давно это он выдуман а вы железом ни хрена приду не за что бы чертовали бы руки-ноги бы опять мне бы отрубили не за что бы не догадался теперь про высмеивание итак подходит в июле месяце наша оля дереву взрослому и ну и видимо помогали выкапывает и обнажает вот такую яму обнажает корни и говорит в течение трех месяцев мы будем июль месяц июль я не отговорился самый жаркий месяц году в течение трех месяцев мы будем закалять корни мы еще это можно воспринять нет а потом закопаем и что мне было делать я понимаю что вы сейчас смеетесь потому что вы уже все это даже знаете вот просто реакция должна быть какая-то на это ведь понимаете ольга она уничтожила муравейник с компанией вот она корни закаляла в июле месяце изувечив почву дерево все впереди зима в общем поняли да смех тоже оружие когда не действуют факты вот мне пришлось его смеивать ладно теперь дети со спичками теперь я много чего пропускаю вот видите еще а нет пожалуйста еще раз кто значит переходить на мою сторону когда в следующий раз кто-то вам вот такое гнилое подчеркиваю дерево гнилое покажет скажет помогите не вздумайте вот это вот уже в это вот уже вот это вот вместо того что сказать берите топор весной осенью обрабатывать фунгициды вот болезнь вот это когда с ней закончите мы с вами полными друзьями но а но 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 Субтитры создавал DimaTorzok